Жизнь и судьба Николая Михайловича Рубцова, удивительного поэта XX века, родившегося в селе Емецк Архангельской области, тесно связана с Архангельском и с Архангельским Траловым флотом. Поэзия Рубцова напоминает нам о вечных ценностях, очаровывает читающий мир поэзии непридуманной, органичной. Недаром Федор Абрамов заметил о его творчестве. «Бог явил нам радость и чистоту в виде стихов Рубцова. Такой чистоты, такой одухотворенности, такого молитвенного отношения к миру у кого еще искать?» В декабре 2020 года постановлением номер 371 главы администрации муниципального образования город Архангельск, библиотеке номер 17 округа Майская горка, было присвоено имя Николая Михайловича Рубцова. Библиотека работает по программе продвижения и популяризации творческого наследия поэта. Оборудовано новое библиотечное пространство, создана экспозиция, посвященная жизни и творчеству Николая Михайловича Рубцова. В выставочной экспозиции сделано стилизованное оформление стен и окон, необычное жалюзи с летящими журавлями и строчками из стихов поэта, портретом поэта и высказываниями о его творчестве собратьев по перу. Эксклюзивный предмет выставочной экспозиции — люстра в виде велосипеда. Глядя на нее, невольно вспоминаются строки и стихотворения Рубцова, ставшего известной песней. «Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю». На руле и раме люстры велосипеда видны инициалы Н. Р. Николай Рубцов. В экспозиции представлена уникальная подборка книг и материалов, связанных с жизнью поэта. Начиналась книжная коллекция с четырех изданий, а сейчас их уже более ста. Первым пополнением экспозиции была посылка книг из Рубцовского центра Санкт-Петербурга Тамары Валентиновны Даниловой и Алексея Борисовича Тищенко. Затем экспозиция пополнилась книгой основательницы Московского музея Николая Михайловича Рубцова Майи Полетовой «Душа моя чиста». Гордость коллекции — книга «Звезда полей» с автографом Николая Рубцова. Ее передал библиотеке основатель Архангельского литературного музея Борис Михайлович Егоров. Долгожданная для поэта книга вышла в 1967 году в московском издательстве «Советский писатель». Николай Михайлович по такому случаю встретился со своим другом в одном из домов отдыха Вологды. Встреча была громкой. В соседнем номере поселилась женщина, а звали ее Алла Воробьева. Она сделала замечания друзьям, которые мешали ей отдыхать. Утром Николай Рубцов в качестве извинения подарил Алле Воробьевой новый сборник своих стихов с автографом. В музее эту книгу передала дочь Аллы Воробьевой Ольга Соколова. Можно прочитать автограф Николая Рубцова. Алле Воробьевой на память о встрече и в знак особого уважения. 24 августа 1967 года. В 2022 году библиотека получила от коллег из села Никольское издание для семейного чтения «Тихая моя родина». В сборник вошли проникновенный рассказ «Мой папа Николай Рубцов» дочери Елены Рубцовой, стихотворение Николая Рубцова для детей и очерк о поэте, автором которого стал литературовед Сергей Баранов. Благодаря прекрасно оформленной иллюстрированной книге библиотекари провели ряд мероприятий для детей. Поэтические часы, мастер-классы по рисованию песком на сюжеты детских стихов Николая Рубцова, была оформлена выставка рисунков. В музейной экспозиции представлена и уникальная книга – бесценный подарок от Тотимского музейного объединения «Николай Рубцов на Тотимской земле». Выпуск книги стал завершающим мероприятием проекта «Деревня непогашенных огней», получившего грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Этот эксклюзивный труд объемом 500 страниц и весом 2,5 килограмма готовился к изданию около трех десятков лет. Столько времени собирался документальный материал воспоминания современников о Николае Рубцове. Книгу называют «Рубцовской энциклопедией Тотимского района». Она снабжена множеством иллюстраций и напечатана на матовой мелованной бумаге в Вологодском издательстве «Древности Севера». Авторы и составители книги – заведующая музеем Николая Михайловича Рубцова в селе Никольском Галина Мартюкова и директор Тотимского музейного объединения Алексей Новоселов. В экспозиции находятся и книги Леонида Николаевича Вересова, краеведа, историка литературы, исследователя творчества поэта Николая Михайловича Рубцова, а также Николая Васильева, редактора литературной газеты «Графоман», Владимира Петровича Лупачева, капитана дальнего плавания, ветерана Архангельского травового флота, члена Вологодского союза писателей-краеведов и Русского географического общества. Книжную коллекцию дополняют журналы со статьями о творчестве Николая Рубцова. В ноябре 2022 года для выставочной экспозиции библиотека получила в дар икону святителя Николая Чудотворца, покровителя путешественников и, в первую очередь, моряков, всех невинно осужденных и одиноких. Особо почитаемую на Севере и в Архангельске икону подарил Алексей Валерьевич Капустин, руководитель творческих предприятий «Мозаика», «Роскомсервис», «Пектораль». Известно, что на столе у поэта стояла икона именно Николая Чудотворца. Экспозиция, посвященная жизни и творчеству выдающегося поэта XX века Николая Михайловича Рубцова, пользуется большим интересом у архангелогородцев и гостей города. Регулярно проводятся экскурсии. Так, в 2022 году сотрудниками библиотеки было проведено 25 экскурсий, которые посетили более 300 человек. Экспозиция будет постоянно пополняться новыми книгами и документами, ведь интерес к произведениям Рубцова у современного читателя не угасает. Наоборот, его книги, созвучные нашему времени, продолжают выходить огромными тиражами. И, как заметил в свое время, профессор Литературного института имени Горького Владимир Павлович Смирнов, «Стихи Рубцова — это лирика мыслителя, правда, поднятая ввысь искусства. При всей их тонкости, при всем музыкальном их изяществе в них всегда есть ощущение душевной и духовной мощи». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!